Сегодня в мире отмечается день электросвязи, а вот одно из первых средств связи это телеграф. Папа, с праздником! В России каждое телеграфное сообщение хранится 7 месяцев. Его могут отыскать по всему пути следования и выдать вам с заверяющей печатью, как документ. Еще больше деталей о телеграфе разузнала Наталья Жукова. Этот аппарат сейчас на заслуженном отдыхе радует юных посетителей музея «Усадьба Колокольниковых». А когда-то помогал соединять города. Аппарат Морзе передавал и принимал информацию с помощью точек и тире. На чистую ленту шли точки и тире. И вот колесико. Это колесико поднималось и опускалось. Если оно опускалось очень быстро, получилась маленькая черточка. Это называется точка. А побольше это тире. Я одну только выучил. Просто это одна точка и тире, буква «А». Предшественник такого аппарата стоял и в первом в Сибири телеграфе, который появился в Тюмени в 1862 году. Телеграф открылся вот в этом здании на улице Царской. Тогда это был, можно сказать, центр города. А само здание, построенное в стиле классицизма, украшало Тюмень. Любопытно, что первые проекты сибирского или так называемого российско-американского телеграфа были предложены иностранными и русскими офицерами еще в 50-е годы 19 века. В частности, американец Шафнер считал более выгодным вариантом установления телеграфного сообщения с Америкой через Берингов пролив, чем через Атлантический океан. Проект не осуществился, так как он оказался во многом невыполнимым. Впрочем, попытки включения Сибири в телеграфный путь по направлению к Америке не прекращались. И в 70-х годах того же века сибирский телеграф соединил таки через Россию страны Европы с Азией. Известно, что 79 телеграфных станций лишь за один год обрабатывали более 400 тысяч телеграмм. Причем Тюмень среди сибирских станций стояла на четвертом месте. Остальные конторы значительно отставали от лидеров. Кстати, в честь телеграфа была названа маленькая улочка, на углу которой стоит здание. Из телеграфной в улицу Красина ее переименовали в 20-х годах прошлого века. Наталья Жукова, Евгений Проскуряков, Сибинформбюро.